Между попущением и наказанием Божиим. Прости, Господи. Вы знаете, что существуют законы? Знаете, учёных представляют, правда? Говорят, вот Ньютон открыл закон, ему яблоко по макушке трахнуло, и он понял, оказывается, что существует закон тяготения. Как здорово! Это вообще замечательно! Оказывается, существует также и законы духовные. Точно так же существует. Преподолжен Кассиан Римлянин даже пишет, что каждое наше дело, благое или злое, влечёт за собою соответствующие последствия. Просто естественно, причём он подчёркивает слово, естественно влечёт за собою последствия, а не... Слышали дальше? А не потому, что Бог каждый раз посылает что-то. Существуют духовные законы точно так же, как и биологические, материальные, психические, какие угодно духовные законы существуют. Поэтому Бог никого не наказывает и никого не награждает. Так же, как и когда человек живёт правильно, правильно, если он живёт, то кто его награждает? Ну, он просто живёт, он здоров, всё нормально, не нарушает, не прыгает с пятого этажа, как... Ну, если он живёт ненормально, какой Бог его наказал, когда он прыгнул с десятого этажа, интересно? Бог наказал? Нет, конечно. Нельзя нарушать духовные законы, так же нельзя, как и физические. Бог же... В чём функция Бога состоит? Бог – врач, который стоит рядом со мной и ждёт только, когда я осудил кого-то, осудил. Господи, прости меня, исцели меня. Готов исцелить, простить. Я нарушил закон. Я прыгнул с какого-то этажа и сломал ногу. Стоит врач, готовый тебе помочь. Обратись к нему, и он исцелит тебя. Вот, оказывается, какая картина происходит. Бог не наказывает. Бог – врач. Слышите? Врач. А не палач. И даже не судья. Вот это очень важно. Это очень важно понять. Поэтому к нему почему и требуется молитва, обращение, покаяние? Как к врачу мы ходим. Ну, так же к нему требуется обратиться. Вот так вот. Поэтому никаких наказаний от Бога нет. Он есть любовь. Любовь. И можно сказать, что когда исцеляет, то это награда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...